Привет! Представься в нашем комьюнити. Я Чет Мур, ведущий сценарист WildStar. О, большая шишка. У нас тут вопросы по вашей игре от наших супер мега специалистов. Первый вопрос. Что насчет голосового чата в игре? Мы определенно будем поддерживать голосовой чат. Мне уже задавали вопрос о том, будет ли он интегрирован в игру. Я пока что не могу с уверенностью на это ответить, но поддержка точно будет. Следующий вопрос. Будут ли в игре межсерверные почта и аукцион? Да, у нас будет то и другое. Что насчет расовых бонусов и способностей? Мы обсуждали это. Это спорный вопрос, знаете ли. Мы не хотим заставлять игроков выбирать определенную расу. Потому что это портит всю игру. Если у нас и будут расовые бонусы, то они вряд ли будут тесно связаны с боевой системой. Возможно ли дуэли с другими игроками? Да, они будут поддерживаться в игре. Что насчет интернет ресурса игры Wildstar наподобие оружейной WoW? Мы пока еще не говорили об этом, но это безусловно великолепный ресурс. Особенно мобильное приложение оружейной. Мы начали много обсуждать мобильные инструменты, разработка которых тоже уже началась. Мы понимаем, что это очень важная часть игрового бизнеса. Там ведь и игроки. В конце концов, думаю, мы сможем демонстрировать на мобильном сайте то, чем вы занимаетесь. И игрокам это должно понравиться. Насколько я знаю, многие разработчики игр не устанавливают защиту на игровые данные. Игроки могут создавать подобные базы данных самостоятельно. Это небезопасно, но такой вариант пользуется большей популярностью среди игроков. Что можно сказать насчет защиты в вашей игре? Ну, мы собираемся сделать нашу игру как можно более защищенной. Не всем хочется, чтобы в интернете распространялась информация о них. Мы собираемся сделать так, чтобы те, кому не хочется, чтобы такая информация попадала в сеть, могли избежать ее распространения. С другой стороны, мы в Carbine понимаем, что возможность создания игроками сайтов, где собирается игровая информация, очень важна. Зачастую игроками создаются наилучшие информационные ресурсы по игре. Потому как сообществу очень хочется быть уверенным, что информация соответствует действительности. Тут, думаю, важно найти золотую середину между защитой информации об игроках и предоставлением информации тем, кому хочется создать игровые сайты. Расскажи нам о межсеверных и открытых ивентах. Будет ли в игре такая возможность? Да, у нас имеется инструментарий для создания ивентов в игре, которые будут рассказывать ее историю. Ивентов, требующих большое количество участников. Мы собираемся начать их разработку, но что-то такое уже можно увидеть в игре. В ней имеется система публичных ивентов, которая требует, чтобы множество игроков приняли участие и достигли определенной цели. Мы определенно поддерживаем идею наличия в игре крупномасштабных ивентов такого рода и уже взялись за их разработку. А сколько человек требуется для прохождения самого крупного из ивентов? Ну, я так точно ответить не могу. Но могу сказать, что мы, как игроделы, уже высказывались публично в поддержку рейдов для 40 игроков. Потому что мы не боимся создавать ивенты для большого числа игроков. Думаю, когда люди услышат о том, чем мы занимаемся, им понравятся масштабы наших замыслов. Будет ли поддержка 3D-технологий, например, от NVIDIA? У нас есть такие партнеры, как NVIDIA или Alienware. Определенно будет поддержка всех имеющихся видеокарт. В случае появления новых технологий мы сделаем все возможное, чтобы извлечь из них пользу. Расскажи о гильдиях, о системе гильдий, их уровнях, гильдейском дереве. Честно говоря, мы еще не обсуждали вопрос гильдий WildStar. И я не могу пока ответить на этот вопрос. Но думаю, это ни для кого не секрет, что гильдии очень важны в любой ММО. Определенно они будут и у нас, как и инструментарий поддержки гильдий, уже находящийся в разработке. Думаю, что игрокам это понравится. Вам понравится. Что насчет регионального деления? Будут ли европейские серверы отделены от американских и прочего мира? России, Азии? У нас есть партнеры в разных регионах, и мы понимаем, что каждому региону нужно что-то свое. В каждом регионе игроки по-разному получают удовольствие от игр и ММО. Мы не разглашали информацию о партнерстве, но у нас есть партнеры, и мы работаем с ними. И будем продолжать работать с ними, чтобы удостовериться, что когда игра выйдет в этих регионах, это будет игра, разработанная так, чтобы наилучшим способом удовлетворять запросы игроков в этих регионах. Многие российские игроки предпочитают играть на европейских серверах, потому что им нравится поддержка, система монетизации, и им не нравятся некоторые российские локализаторы. Именно поэтому я и задал такой вопрос. Лучше расскажи тогда о ПВП в игре. У нас будет несколько уровней ПВП в игре. Например, имеется ПВП сервера, где можно просто бегать по игровому миру и вступать в бой с увиденными игроками из другой фракции. Также будут поля боя и арены для ПВП, доступные до достижения максимального уровня. Можно даже качаться посредством ПВП, если кому-то таким образом хочется достичь максимального уровня. А на максимальном уровне открывается то, что мы называем системой Warplot. В чем ее суть? Это две группы по 40 игроков, которые соревнуются между собой, строят огромные крепости с турелями, защитными системами и даже рейдовыми боссами, которых можно отправить на атаку вражеской крепости. А затем игроки встают лицом к лицу, чтобы выяснить, чья команда круче. Мы обсуждаем то, что называем Elder Game PVP. Для Wildstar это совершенно уникальная система. Из всего, что мы до сих пор видели, это одна из самых классных фишек в нашей игре. Русским игрокам хочется получить приглашение в бету. Есть ли у них шанс или из-за того, что они проживают в другом регионе, им придется использовать прокси или что-то еще в этом роде? Нет, в бету имеется международный доступ, так что не надо использовать американские прокси, можно просто зарегистрироваться и ждать приглашения. Окей, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok